Приветствую вас, Влад. Давайте разберём вопрос, который вы задаёте. Ну, ситуация одновременно и простая в плане того, что такой тип отношений достаточно распространённый, и, в общем-то, здесь всё предельно ясно, с одной стороны. Вот. Я думаю, ясно, в первую очередь, вам самому, хоть вы и обращаетесь за помощью, но я думаю, что вы всё понимаете сами. Вот. А с другой стороны, ситуация сложная, и сложная она, в первую очередь, тем, что есть привычки, есть сложившиеся стереотипы поведения, есть сложившиеся какие-то модели отношений, которые, ну, менять всегда болезненно, всегда сложно, вот, и всегда это сопровождается стрессом, негативом, неодобрением, сопротивлением со стороны окружающих, да и внутри самого себя тоже подобное чувствуется. Потому, в общем-то, ситуация с субъективной стороны сложна, но с субъективной стороны достаточно понятна и простая. Понимаете, здесь есть тонкость в том, что, вне зависимости от того, как вы поступите, да, то есть, оплатите ли вы матери страховку или оплатите себе кабинет, проблема не решится, потому что проблема находится глубже. Проблема находится в том, как вы воспринимаете себя, в том, что вы воспринимаете себя жертвой. Ну, по факту вы жертвой и, вот, потому что вы говорите, что вам приходится помогать и так далее. Что выделяет жертву? Ее выделяет обход собственного выбора, обход признания ответственности за свои действия. То есть, я не хочу так поступать, но я так поступаю. Мне не нравится так поступать, но я так поступаю. Я не хочу последствий. И получается, что жертва все время чувствует себя несчастным. Основной момент, который вам нужно разрешить, это принятие выбора, что вы делаете, из чего вы хотите. Выбор всегда будет порождать недовольных. Это может быть вы, это может быть ваша жена, ваш ребенок, это может быть ваша мама. Но вне зависимости от того, кто будет недовольный, недовольный будет всегда. А выбора, где были бы довольны все, нет. Такова плата за любое решение. Что касается мамы, то ваша мама манипулятор, она манипулирует вами, она ведет себя как, в общем-то, классический участник треугольника Карпмана. Ну вот, требуя внимания, требуя заботы, требуя поддержки, вот, манипулируя обидами и, наверное, чувством вины. Ну, в принципе, это идет вместе. И ваша мама не изменится в плане того, что она не ценит вас, вы не цените сам себя, но она ценит себя, а вы цените ее. И получается, что, как бы, здесь вопрос именно в том, как вы относитесь к себе, себя вы обесцениваете, свои хотелки вы обесцениваете. Соответственно, мама будет обесценивать вас, потому что вы обесцениваете себя. И никакой мотивации, никакого стимула для того, чтобы начать вас, как бы, ценить у нее нет. Помощь, которую вы ей оказываете, воспринимается ей как должное. И если вы говорите, что, вот, как бы, вас не устраивает ни одно решение, по факту, да? То есть вы говорите, если я не куплю, а не страховку, то меня будет мучить совесть. Если я не куплю, ну, не оплачу аренду кабинета, то я буду очень, там, недоволен, неудовлетворен, всякое такое, да? То есть по факту вы жертвы. В этом, в этом, в этом, как бы, в этой ситуации нет решения. Какое бы решение вы не приняли, это решение, оно, ну, не устраивает вас. И вы хотите совет, то есть вы перекладываете ответственность здесь, на нас, за принятие решения в своей жизни, понимаете? То есть точно так же, как в реальной жизни вы бежите от ответственности, не желаете с ней сталкиваться, ее принимать, и адекватно оценивать свои возможности по принятию, точно так же вы поступаете прямо сейчас. То есть точно так же вы действуете. Вот. Играя тем самым в игру психологическую, которая называется Dano, можете изучить ее в интернете. Поэтому работать в первую очередь нужно с принятием личной ответственности, с мастеркой, вот, может быть, со страхами вашими, с чувством вины перед мамой, вот, и с лишними границами, чтобы, чтобы говорить нет. Если вы хотите, чтобы мама реально начала заниматься своим здоровьем, если вы хотите, чтобы мама, на самом деле, начала себя заботиться, ей нужно в первую очередь почувствовать, именно почувствовать, что ей никто не поможет, что у нее есть только она. Тем более, пока она чувствует, что вы рядом, и что вы помогаете ей, ну, как бы она будет уйти себя так, что в конечном итоге может привести к весьма плачевным последствиям, потому что человек не будет чувствовать мотивации о себе заботиться. Вот. И по факту вы с моей мамой не помогаете, а оказываете ей медвежью услугу. Ну, то, что страдает ваша семья и то, что у вас не совсем верно расставлены приоритеты, это, само собой разумеющееся, я полагаю, я надеюсь, вы отдаёте себе отчёт в том, что это, что тут происходит. Вот. Поэтому, Влад, поймите правильно, вам не нужно, ну, вам не нужны советы, в этом смысле, вам нужна индивидуальная работа, потому что никакой совет вам не поможет, вы взрослый человек, вы устоявшийся человек, старый у себя, и именно работать с теми глубинными проблемами, как то страх перед, например, неодобрением мамы, как чувство вины перед ней, как обесценивание себя, как страх ответственности, как желание всем угодить, вот это тоже очень важный момент, чтобы пытаться всем угодить, надеяться быть хорошим. Вот эти моменты нужно, нужно прорабатывать, прорабатывать, понимаете? А исходя из вариантов, которые вы предложили, да, ну, вот два варианта, тут как бы зависит, ну, если просто вот советовать, то вы же понимаете, что все зависит от ценности человека, кто-то посоветует вам, маме заботиться, исходя из того положения, что ну, что мама вас, там, не знаю, вырастила, грубо говоря, и теперь вы должны, они должны о ней заботиться, кто-то посоветует, там, наоборот, да, заботиться о себе, о себе. Ну, я думаю, вы способны сами этот вопрос решить, вот, я думаю, что истина, она, как обычно, где-то посередине находится, поэтому, я думаю, вы решите этот вопрос сами, как только избавитесь от внутренних конфликтов, научитесь оценить себя, любить себя, и говорить нет, ну, и расставить приоритеты, именно адекватно для себя. То есть, глобально, глобально, мне кажется, вам вот как-то нужно принять идею о том, что недовольные всегда будут. Вопрос в том, чье недовольство более оправданно, понимаете? Вот, и чье недовольство и как на вас влияет. Вот, я думаю, это ключевой момент. А так, для изучения, для изучения треугольника Артмана, психологическая игра Данного, это то, что вам нужно сейчас поисследовать самому, чтобы лучше понять то, что происходит с вами. В принципе, все, добавить больше нечего, я надеюсь, что помог вам. я желаю вам всего самого доброго, удачи, надеюсь, что помог вам. Желаю вам всего самого доброго. до сих пор, до сих пор.